Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 13 января. Житие преподобного Отца нашего Иринарха, затворника ростовского Борисоглебского монастыря Штонаусти. Преподобный Иринарх родился в Ростовской области, в селе Кондакове. Родители его были крестьяне. Отец по имени Акиндин, мать по имени Ирина. Во святом крещении младенцу дано было имя Илья. Радовались родители, видя, как быстро растет ребенок. 20 недель он уже встал на ноги и начал ходить. Родители воспитывали сына в благочестии и чистоте христианской веры. Ребенок не занимался играми, но возлюбил смирение и кротость, был тих и ко всем относился ласково. Будучи еще только шести лет, он однажды сказал своей матери, «Как вырасту, так постригусь и стану монахом. Буду носить на себе железо и трудиться для Бога, ради Бога, и буду учителем всем людям». Удивилась мать таким речам своего малолетнего сына, но вместе и радовалась. Эти пророчественные слова шестилетнего ребенка впоследствии сбылись в точности. Около того же времени случилось, что отец Ильи Акиндин позвал к себе на обед своего сельского священника именем Василия. За обедом священник рассказывал житие преподобного Макария Калязинского чудотворца. Прислушиваясь к речам священника, Илья вдруг сказал, «И я буду таким же монахом». Священник Василий удивился, видя ребенка, говорящего речи, приличное взрослому, и строго сказал, «Как ты, чадо, осмелился сказать такое слово?» Илья отвечал, «Кто тебя не боится, тот это и говорит». Илья рос при своих родителях. Но вот во всей той округе случился голод. Илья, будучи уже 18 лет, расстался с отцом и матерью и отправился на заработки в Нижний Новгород. Два года сын не возвращался домой и не давал о себе вести. Родители решили отыскать его и послали своих двух старших сыновей Андрея и Давида. Братья нашли Илью Близнишнего в одном селении у Кристиан, у которого он работал. Обрадовавшись встреча с братом, они пробыли с ним у того же Кристиана еще целый год. Во время своего пребывания у Кристиана Илья, однажды сидя вместе с другими в комнате, стал неутешно плакать. Все, видевшие его, изумились и, не могши утешить, с горестью спрашивали, «А чего он так плачет и рыдает?» Он отвечал им, «Вижу представление своего отца, несут родители моего светлые юноши на погребение». Все окружавшие его удивились, как он мог видеть представление отца за 300 верст. Когда в том же году он возвратился домой и спросил мать об отце, то услышал, что отец всего приставился в Успенский пост того же года. Тогда он припомнил видение и сказал матери, «В то время я видел родителя моего, несли его светлые юноши на погребение». И мать утешилась, видя сына своего и слыша его необычные речи. Теперь, после смерти своего отца, Илья с матерью и старшим братом Андреем переселились в город Ростов, купили дом и завели торговлю, чем вскоре увеличили свое благосостояние. Младший брат Илья, всегда имевший страх Божий в своем сердце, особенно стал прилежать к церкви и творить милостыни нищим. Строго соблюдая девственную чистоту, он желал совершенно оставить мирскую жизнь и тринять ангельский образ, неуклонно посещая церковь Божию. Он познакомился с одним человеком купеческого звания по имени Агафоником, любившим читать книги. Подружился с ним и стал постоянно беседовать о Божественном Писании, ища душевного спасения. Подготовившись таким образом, Илья взял святой крест, благословился им и собрался в путь. На вопрос своей матери, что он предпринимает и куда собрался, Илья ответил, «Иду в монастырь к святым страстотерпцам Борису и Глебу на устье, помолиться». Мать стала плакать, но вспомнила, что ее сын, будучи еще только шести лет, уже говорил, что он будет монахом. Сын поклонился матери, облобызал ее и отправился в путь. Приблизившись к монастырю Бориса и Глеба и увидев его, Илья возрадовался от всего сердца и направился к игумену, поклонился и попросил благословения. Игумен благословил и спросил, «Зачем, чадо, ты пришел сюда?» Илья отвечал, «Желаю отче ангельского образа, постриги меня, Бога ради, невежду и селенина, и прийти к избранному Христову стаду и ко святой дружине твоей». Игумен с сердечными очами узрел, что юноша пришел от Бога и принял его с радостью, постриг в ангельские образы, нарек ему виночистое имя Иринарх. Игумен по монастырскому обычаю отдал Иринарха под начало старцу, у которого молодой инок и стал пребывать в послушании и покорении в спастей и молитве. После того, как Иринарх с успехом прошел первое послушание, Игумен для испытания и смирения послал Иринарха в пекарню, где он и трудился на братью день и ночь в послушании и смирении, нисколько не заботясь ни о чем телесном и никогда не уклоняясь от посещения Церкви Божией, куда приходил прежде всех братьев. Стоя в Церкви, он ни с кем не разговаривал, во время чтений не садился, а всегда выстаивал на ногах, как твердый камень, и никогда не выходил из Церкви до отпуска. Узнав о пострижении Ильи, друг его агафоник пришел в монастырь посетить Иринарха и пробыл у него в монастыре немало дней. Иринарх проводил друга за монастырь, версты, зады и, облабызав его, стал возвращаться обратно. На пути он размышлял в своем сердце о том, как бы ему спастись, и давал обещание идти в Кириллов-Белоизерский монастырь или Соловецкий. И вот послышался ему голос свыше, «Не ходи ни в Кириллов, ни на Соловки, здесь спасешься». Он усумнился относительно этого голоса, но услышал вторично тот же голос, «Здесь спасешься». Иринарх убоялся, стал плакать и помышлять, что сие означает. И в третий раз он услышал тот же голос, «Здесь спасешься». Осмотревшись кругом, Иринарх никого не увидел и укрепился в той мысли, что голос этот был ему откровением свыше. Возвратившись в монастырь, он снова стал трудиться в прежнем послушании, предаваясь по ночам молитве и бдению, и ложась спать лишь ненадолго, и то не на постели, а прямо на земле. После этого послушания Игумен назначил Иринарха в панамарскую службу, которую он стал отправлять с радостью. Разве Иринарх увидел одного странника, который был босс, и, жалившись над ним, обратился к Господу с такой молитвою, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, сотворивший небо и земли первого человека, прародителя нашего Адама, по образу своему и почтивший его теплотою в святом рае, да будет воля Твоя святая со мною, рабом Твоим. Дай, Господи, теплоту ногам моим, чтобы я мог помиловать этого странника и дать с себя сапоги на ноги его». И, сняв с себя сапоги, Иринарха отдал их нищему. И с того часа Бог дал ему терпение и теплоту, он стал босой ходить по морозу, как в теплой келье. С того же времени он стал и одежды носить всегда ветхие. Такое поведение Иринарха по внушению дьявольскому неугодно было Игумену, который начал смирять подвижника различными способами. Так он часа на два на морозе ставил его на молитву против оконца своей кельи и потом заставлял подолгу благовестить на колокольне. Иринарх все сие терпел и переносил скротостью, упоминая слово Господне, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Небесное. После этого Игумен посадил Иринарха на три дня в заключении и не давал ни есть, ни пить. Все для того, чтобы заставить его носить новые одежды и ходить в обуви. Но и это не помогло. Тогда Игумен послал его снова на прежнюю службу. Иринарх продолжал ходить босой по морозу, подражая терпению Исаака Сирина, у которого ноги примерзали к камню, между тем, как он не чувствовал холода. Услышал Иринарх, что в Ростове стоит на провеже от взаимодавцев, один христолюбивый человек, и захотел выкупить всего человека с провежа. С этой целью он босой пошел в Ростов, а в то время был лютый мороз. Отошедший от монастыря, верст тем Иринарх отморозил у ног пальцы и от стужи вернулся в монастырь. Три года он проболел ногами, на которых образовались раны и текла кровь. Но и в болезни он не оставлял своего правила и по-прежнему трудился для Бога. Когда Господь исцелил Иринарха от болезни, он по-прежнему и зимой, и летом ходил без обуви, и по-прежнему и игумен за это смирял его. Он решил теперь послать Иринарха на работы вне монастыря. Это отлучение или отгнание от храма Божия сильно огорчило подвижника. Он не стерпел такого гонения и решился уйти из Борисоглебского монастыря. Проходя окружавшие в те времена монастырь леса, он подвергался нападению хищных зверей, волков и медведей, но ограждая себя крестным знаменем и творя про себя молитву, прогонял их от себя. Иринарх ушел в Ростов и направился в Авраамиево, в Богоявленский монастырь. Принятый с радостью архимандритом монастыря, он остался здесь в числе братьев. И вскоре был назначен келарем монастыря. С радостью Иринарх стал трудиться для братьев, не оставляя при этом никакой церковной службы. Состоя келарем, он видел, как братья монастырские и прочие монастырские служители брали без меры и без раздержания всякие монастырские потребы и истощали монастырское достояние. Видя все это, он внутренне воздыхал и молился. «Преподобный Авраами, не я твоему монастырю разоритель!» Раз по сне Иринарх видит, в келью его входит преподобный Авраами и говорит, «Что скорбишь избранное и праведное семя и житель святого рая? Что скорбишь о монастырских выдачах? Давай им безвозбранно, ибо они захотели здесь жить пространно. А ты алчишь и наготуешь, и ты в Вышнем Царстве поживешь пространно и насладишься пищей небесной. А они взалчат вовеки. Что же касается здешнего места, то я умолил и упросил Всевышнего Творца, чтобы дом мой был неоскуден монастырскими потребами алчущим и здесь живущим». Пробудившись от сна, Иринарх никого не видал уже. С того времени он утешился и выдавал без всякого сомнения. Однажды стоя в церкви на ритургии во время Херувинской песни, Иринарх заплакал и зарыдал на всю церковь. Изумленный архимандрит подошел к нему и сказал, «Что ты, честный старец, так плачешь и рыдаешь?» «Мать моя приставилась», — отвечал Иринарх. Архимандрит удивился его словам и сам проследился. Еще не окончился тюрьгий, как пришел к нему брат его Андрей и сообщил, что мать их Ирина приставилась. Взяв благословение у архимандрита, старец с братом своим Андреем отправился в дом родительницы и совершил честное погребение. Вернувшись после погребения матери в Аврааме в монастырь, Иринарх стал размышлять об ином пути спасения. Келарское служение ему казалось высоким и почетным. Ему же хотелось подвязаться в уничижении и смирении. Оставив Аврааме в Богоявленский монастырь, Иринарх перешел в ростовский же монастырь Святого Лазаря. И здесь вселился в уединенную келью и прожил в ней три года и шесть месяцев, пребывая в слезах и молитвах, скорбя в тесноте, терпя голод и ничего не вкушая подряд по нескольку дней. Здесь часто наречал его преподобный Иоанн Юродивый, и оба подвижника находили себе утешение в духовной беседе. Старец Иринарх непопустительно посещал Церковь Божию и часто ходил в соборную церковь при Святой Богородице и молился со слезами. А раз возвратившись в церковную службу, он сидел в своей келье и молился со слезами воздыханием с трастотерпцем Христовым Борису и Глебу и взывал «Святые и трастотерпцы, Борис и Глеб и вся монастырская братья, есть у вас в монастыре много места, а мне грешному места нет». Сидя он загремал и в тонком сне видит, идут к монастырю Лазарю святые и трастотерпцы. Он вопрошает их «Далеко ли идете, святые и трастотерпцы, Борис и Глеб? — Идем, старец, за тобой! — отвечают они. — Поди в наш монастырь!» Он пробудился от сна и слышит, что у окна кто-то творит молитву. Отворив свое оконце, он увидел старца Бориса Глебского монастыря по имени Ефрема, который сказал «Отче, прислал меня к тебе строитель Варлам, поди к нам в монастырь на свое обещание!» «Строитель спрашивает, подвода ли тебе нужна, или сам придешь в монастырь?» Старец Веринарх отвечал ему «Господину строителю Варламу мир и благословение, а я со временем сам приду в монастырь». А в это время он носил уже на себе железо, тяжелые и на ногах путы. Вскоре он собрался и с великой радостью пошел на свое обещание в Борисоглебский монастырь. На пути, утомившись от великой тяжести своих верик, он присел отдохнуть и слегка заснул. Во сне он видит, подползла к нему змея и хотела ужалить. Он же ударил ее своим посохом в гортань, и змея уползла. Старец пробудился, отстал, перекрестился и пошел далее без всякого вреда. Завидев монастырь, он возрадовался от всего сердца, подошел к воротам и горячо помолился. Вошедший в монастырь, где шла тогда литургия, он вошел в церковь, встал на место, помолился и поклонился строителю. Строитель Верлам был весьма рад прибытии Веринарха, с любовью облобызал его и поставил рядом с собою. По зависти дьявольска один из старцев по имени Никифор подошел и сказал строителю, «Зачем ты принял старца, ведь он игумена не слушает, в ветких и худых ризах и босс ходит, и железо на себе многие носит». Но строитель Верлам своим посохом отстранил этого старца, действовавшим по навету дьяволу, и принял вновь Веринарха в монастырь с радостью и дал ему отдельную келью. Преподобный Веринарх неопустительно ходил в церковь и, стоя со страхом и трепетом, усердно молился перед святыми иконами. Особенно часто взирал он на изображение распятия Господа нашего Иисуса Христа и его страданий. Однажды, стоя перед этой иконой, он в слезах обратился с такой молитвой. «Праведное солнце, свет наш пресветный, владыка человеколюбчий Иисусе Христе, ты, Господи, претерпел такое великое страдание и распятие, и поругание, и оплевание, и полоните ударения, и уксуса, и желчина поения, и для нашего спасения все претерпело это от своего же создания, от неразумного и беззаконного соборища иудейского, и от зависти людей этих. «Ныне, Господи, открой, как мне, грешному и неразумному поселенину, спастись, и тебе, единому Иисусу Христу, Сыну Божию, распятому, и не разделясь отцом и святым духом, в троице славимому угодить? Да будет воля твоя, владыка, надо мною». И в тот же час от владычного образа было Иринарху извещение. «Иди в келью свою, будь затворником, и не исходи, так и спасешься». Иринарх отправился к строителю Варламу и просил у него благословения на затвор, то есть неисходно молиться в келье по евангельскому слову Господню, многими скорбями подобает вам войти в Царствие Небесное. Кто хочет душу свою спасти, тот погубит ее, а кто погубит душу свою в меня ради Евангелия, тот спасет ее. Блаженны алчущие ныне, ибо они насытятся. Строитель Варлам благословил его на затвор молиться неисходно из кельи. И прославил Бог российскую землю и дом великих страстотерпцев Христову Бориса и Глеба и преподобных отцов наших Федора и Павла в нынешнее время, воспитая составитель жития ученик Иринархов Иннок Александр. Иринарх прославил достатчудными мужами и страдальцами, и учителями, и наставниками. С тех пор Иринарх с дерзновением принялся за новый подвиг, стал молиться в келье неисходно, поминая иноков древних и первых времен, как они по дебрям, по островам и в вертепах жили, не любили тленного мира и не хотели смотреть на суету его. Начав свой подвиг, Иринарх сковал в себе железную цепь, три сажения длины, и приковал ею себя к стулу деревянному. Все движение его ограничивалось только размерами этой цепи. Кроме этой цепи он наложил на себя и другие железные тяжести и трудился в них в поте леса. Много претерпел он по ругании и по смеянию от братьев, но переносил это скротости и молился за них Богу. Господи, Иисусе Христе, не поставь им в грех это, не ведает, что творят рабы твои, владыка. В это время пришел к Иринарху некто именем Алексея и поревновал житию его, многим страданиям, посту и молитве, крепости и смирению и тяжким веригом, которые он непрестанно носил на своем теле. Он стал умолять Иринарха, чтобы тот принял его к себе и научил заповедям Господним. Старец, видя, что желание его исходит от чистого сердца, принял пришельца с радостью и любовью. И, призвав священника и диакона, велел постричь его и нарек ему имя Александр. Этот Александр стал первым учеником Иринарха и прожил все время с ним в келье под его началом с послушанием великим и родением, с посте и молитве день и ночь. Пришел навестить Иринарха в затворе давней други его блаженный Иоанн Ростовский и Московский Юродивый по прозванию Большой Колпак. В беседе с подвижником Иоанн говорит, старец Иринарх, сделай себе сто крестов медных по полугривенке весом, то есть по четверти фунта. Невозможно мне бедному сделать столько, отвечал Иринарх. В нищете нахожусь. Иоанн возразил, это не мои слова от Господа Бога. Небо и земля мимо идут, слова же Господни не мимо идут. Все сказанное сбудется, Бог тебе поможет. И многое иное Иоанн говорил старцу. Не дивись тому, что так будет с тобою. Устами человеческими невозможно выразить или списать всего. Бог даст тебе коня, и на том от Бога данном коне никто кроме тебя не сможет ездить и сесть на твоем месте после тебя. Эти несказательные пророчественные слова Иоанна о великих и тяжких подвигах Иринарха сбылись. Прощаясь с Иринархом, Ян пророчески поведал еще следующее. Господь Бог заповедал верным ученикам Своим от Востока и до Запада наставлять и научать людей отводить мир от беззаконного пьянства. За это пьянство Господь наведет на нашу землю иноплеменных. И эти иноплеменники поделятся твоему многому страданию. Меч их не повредит тебе, и они прославят тебя более верных, а я иду в Москву к царю просить себе земли. Там у меня на Москве столько будет видимых и невидимых бесов, что едва можно будет поставить хмелевые тычки. Но всех их изгонит своей силой святая Троица. Так говорил блаженный Иоанн о предстоявшей кончине своей Иоанна 6 и на Москву Литвы. После всего старец Иринар, согласно встречами блаженного Иоанна, стал еще усерднее трудиться и молиться, и все думал о медных крестах. Однажды ему снилось, что приходит к нему друг и дает медный крест, а в другой раз снилось, что иной друг дает ему палец железный. И что же, спустя несколько дней действительно приходит к нему друг в посадке человек Иван и приносит по пророчеству блаженного Иоанна честные кресты, с которого Иринар слил сто крестов, возблагодарив Бога и блаженного Иоанна. Другой же друг по имени Василий пришел и дал ему палец железный, который Иринар взял и присоединил к прочим своим трудам или тяжестям, которые носил. В Борисогрецком монастыре был старец Леонтий. Он поревновал добродетелей трудам старца Иринарха. Подобно ему он сковал себя железами и носил на себе тридцать три медных креста. Кресты эти он передал ученику Иринарха Александру. А сам отправился к старцу просить благословения идти в пустыню. Старец Иринарх уговаривал его в пустыню не уходить, чтобы не быть убитым разбойниками. Но Леонтий не отставал просить благословения. Не будучи в силах убедить его, Иринарх благословил, но прощаясь, сказал ему со слезами. Дорогое чадо, Леонтий, ты уже не возвратишься сюда за честными крестами. Если так, отвечал Леонтий, то пусть кресты мои останутся тебе. Простившись с Иринархом, Леонтий отправился к Переиславский уезд в монастырь при Святой Богородице на Курбой, и там был убит разбойниками. Кресты Леонтий Иринарх присоединил к крестам своих трудов. И всех крестов составилось у него 142. Трудился старец на цепи в три сажения шесть лет. Один христолюбец из города Углича прислал старцу цепь также трех сажений. И в этих двух цепях Иринарх трудился 12 лет. Один старец Борисоглебского монастыря по имени Хеодорит сделал себе железную цепь трех сажений и трудился в ней 20 лет и 5 недель. Но игуман Гермоген приказал ему ходить на монастырские службы, трудиться на братью. Хеодорит отдал свою цепь Иринарху, которого таким образом цепь стала в девять сажен. И в такой цепи он продолжал трудиться. Всего в цепях он провел 25 лет. Стровой жизнью Иринарха и строгое учительное слово его служили обличением для тех иноков, которые не старались соблюдать иноческие обеты, а во многом нарушали их. Такие иноки из Борисоглебской братья, подстрекаемые внушением вражеским, приступили к игуману Гермогену, осуждая образ жизни Иринарха и жалуясь на него. Старец и Иринарх, говорили они, сидит в затворе и постится, носит на себе многие тяжелое железо, не пьет хмельного и мало ест. Да и братья учат делать тоже. Пребывать в трудах и поститься, хмельного и в устане брать, говоря, что это есть самое большое зло. Следует, говорит, монахам быть как ангелом, ни о чем не скорбеть и плоти своей не щадить. Многими скорбами подобают нам войти в царствие Божие. Не велит братья ходить в службы, то есть в работы монастырские, а полагают на них труды великие. По внушению вражей по своему немилосердию, егумен Гермоген вняв их этим наветом и сослал старца Иринарха из монастыря, не убоявшись Бога и не уважив подвигов и трудов старца. Старец Иринарх смиренно покорился, поминая слово Господне, если вас изгонят из дома, идите в другой, а я с вами до скончания века, изгнанный из Борисоглебского монастыря Иринарха опять направился в Ростов и снова поселился в монастыре Святого Лазаря, где и провел там год и две недели, пребывая непрестанно в посте и молитве и помышляя о смертном часе. Между тем, егумен Гермоген сознал свой несправедливый поступок с Иринархом, покаялся перед братьями и послал одного из иноков звать Иринарха обратно. Постный сказал, «Отче, не помяни нашей вины перед тобой, пойди на свое обещание в наш монастырь ко святым страстотерцам Борису и Глебу». Старец Иринарх возвратился в монастырь молять, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, не лиши меня вечных Твоих благ, дай мне грешному старцу, да терпеть свое обещание». Возлагая всю вину удаления из монастыря на самого себя, он говорил, «Господи, я живу в темнице этой вопреки братья, они праведные и праведные труды себе приносят, а я же смрадный, лишен добродетели». Вошел он опять в свою келью, вновь возложил на себя свои железные труды и стал подвязаться, молясь до царя и за всех православных христиан и любя ненавидящих его, как свою душу. Господь даровал Иринарху прозорливость, постижение тайн души человеческой. Из многих городов приходили к нему люди и просили, и получали от него благословения. Многие боголюбивые люди приносили ему милостыню, он принимал и с радостью раздавал нищим и странникам, снабжая их пищей и одеянием. Всех приходящих он учил заповедям, отводя их от грехов и обличая тайные согрешения. Получая его благословения, они обращались на путь заповедей господних. В монастыре Борисоглебском был некто старец по имени Тихон. Помыслив о том, как ему угодить Богу, он сделал себе труды, сковал железную цепь и в этих трудах сидел семь лет. В это время на Руси уже производились свои опустошения и разорения польские литовские паны, нашествие которых было предсказано Иринарху, блаженным юродивым Иоанном. Старец Тихону боялся нападения от панов и удалился из монастыря, а свою железную цепь отдал Иринарху, так что у него цепь стала уже в двадцать сажен. В этой длинной цепи Иринарх продолжал трудиться по-прежнему, не давая рукам своим покоя. То он вязал волосяные свитки, то клобуки, то приготовлял на нищих одеяния. Он постоянно подавал нищим, помогал нуждающимся, защищал слабых от притеснения сильных и молился за все к Богу. Подолгу он иногда совсем не видел людей, и от тяжелых подвигов иногда впадал в болезнь, которой всегда радовался и благодарил Бога. Спал он только ночью, и то лишь час, два или три, а тело свое бил своею железной палицею, творя молитву. Еще до нашествия Литвы, во время тонкого сна, Иринарху было видение. Город Москва разорено Литвою, все российское царство пленено и пожено по местам. Проснувшись, он стал неутешно плакать о предстоящем пленении и разорении святых Божьих в церкви. Когда он несколько утешился от плача, вдруг облистал его сверху свет, и из этого света послышался голос. «Подвиг в Москве и поведай, что все так будет!» Он остинил себя крестным знаменем и сотворил молитву. Послышался вторично тот же голос. «Так будет!» Царь исторично перекрестился и стал молиться. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного от искушения!» «Я раб отца и сына Святого Духа и не желаю ничего на свете всем видеть!» Но тот же голос третий раз послышался. «Не ослушайся и делай по этому глазу! Все будет так роду сему непокорному, непокоривому!» Убоялся старец в видении и глагола свыше, призвал игумена и поведал ему все. Игумен велел ему ехать к Москве и возвестить царю Василию Иоанновичу Шуйскому, царству 1606 года по 10, что царству московскому и всей русской земле предстоит пленение от Литвы. Царь Иринарх отправился в Москву. По дороге в Переиславле он остановился на перепуте на конюшенном дворе у Никитинского монастыря и послал за другом своим, никитским диаконом Ануфием, а сам пошел помолиться святому Никите Переиславскому чудотворцу и приложиться к его мощам. Диакон Ануфий был в то время сильно болен лихорадкою, так что мучимый ознобом влезал в печь, чтобы согреться. Было мнение, что болезнь эта произошла от козни дьявола. Диакон Ануфий по благословению старца Иринарха уничтожил в Переиславле своеверное почитание большого камня, находившегося за Борисогребским Переиславским монастырем. К этому камню ежегодно в праздник апостолов Петра и Павла собирался множество народа, мужей, жены, детей, и камню воздавалась честь. Диакон приказал повергнуть камень в яму, чтобы впредь народ не собирался около него. Этот подвиг Ануфием многим не был угоден. Благочестивый диакон от многих, даже родных, и из духовного чина терпел порицания, брани, насмешки, даже клевету и убытки при судебных преследованиях, сверх того постигла его и болезнь. Но все это диакон Ануфий переносил и терпел с твердостью, и не роптал, уповая на милость Божию, и помня, час смертный, и не обращался за исцелением к врагам Божьим, разным знахарям. Едва Ануфий вошел к Иринарху, как старец заметил его тяжкую болезнь, и облабызал его, дал ему чертить хлеба, благословил его и сказал, «От этого яства будь здоров». И диакон сейчас же почувствовал облегчение и стал здоров. В Москву приехал Иринарх вместе с учеником, своим старцем Александром. Приехали они ночью, за час до рассвета. Утром отправились в соборную церковь Успения Пресвятой Богородицы и помолились владычеству и чудотворцам Петру, митрополиту Ионе. Один сын, боярский именем Симеон, пошел к царю и известил о приходе старца. Царь обрадовался и приказал, чтобы Иринарх пришел в Благовещенский собор. Царец пришел в церковь, помолился Пресвятой Богородице, благословил царя честным крестом и целовал его. Царь также целовал старца любезно и поделился великим трудом, который он носил на себе. Царец сказал царю Василию Иоанновичу, «Господь Бог открыл мне грешному старцу. Я видел город Москву, плененную ляхами и все российское государство, и вот оставя многолетнее сиденье в темнице, я сам пришел к тебе возвестись сие. И ты стой за веру Христовым мужеством и храбростью». Сказав это, Иринарх направился вон из церкви. Царь Василий Иоаннович взял старца под руку, а ученик его Александр под другую. Царь приказал старцу, чтобы он благословил и царицу. Царец не ослушался, пошел в палату к царице вместе с царем. Благословил царицу Марии Петровну и вышел из палаты. Цариса вслед послала старцу два полотенца, но он не хотел взять. Царь Василий уговаривал его, «Возьми Бога ради». Но Иринарх сказал царю, «Я приехал не ради даров, я приехал возвестить тебе правду». Царь проводил Иринарха из палаты царицына и приказал во дворце боярину почивать царца. Затем царь приказал дать старцу свой вазок и конюха и проводить его до Борисоглебского монастыря. Вкусивший хлеба у боярина, Иринарх впустился в обратный путь, пробывав в Москве всего 12 часов. Вернувшись в Борисоглебский монастырь, Иринарх вошел в свои кельи и вновь предался своим трудам и подвигам в посте и молитве. А конюха государева и вазок отпустил к Москве, помолившись, чтобы Господь утолил свой гнев, и смивовался над Москвой, как древле над Дневией. Спустя немного времени после путешествия преподобного Иринарха в Москву и предсказания бедствий, явилась в русскую землю Литва злые и свирепые люди и немилостивые ругатели. Литвой звали тогда у нас всех подданных польско-литовского королевства, поляков или ляхов, собственно, литовцев и русских из Белой и Малой Руси. В числе этих малорусов было много и казаков. По вере, почти все враги наши были католики и лиуняты, не щадившие православных храмов и прочих святынь. Они стали пленить русскую землю и избивать жителей, завоевали много городов, например, выжгли город Димитров, оскверняли церкви Божией, не спровергали престолы святые, снимали с них одежды, обдирали с иконоклады, а самые иконы бросали, грабили книги, часто самые церкви сожигали. Многие из русских, боясь посещения, признавали их власть, давали дань их корма. Им покорилось много городов. В 1609 году был взят город Ростов Великий и Выжжен. Соборная церковь Успения при святой Богородице Осквернена, раки великих чудотворцев Леонтия и Исаии и вся церковная утварь и казна была пограблена. Множество людей обоих полов и всяких возрастов было посечено. Много терпели тогда от тяжести налогов православные, и не предвидя облегчения, многие города стали от врагов запираться. Это было время, когда при царе Василии Иоанновича Шуйском враги наши выставили второго лжедмитрия и требовали покорности ему или его покровителю польскому королю. Имея цель овладеть Москвой царским престолом, враги собрались около Москвы и оттуда производили набеги и опустошения в разные стороны. Второй самозванец устроил лагерь при деревне тушине. Не оставили враги в покое Борисоглебского монастыря, где подвязался Иринар. Некто неприятельский воевод Микулинский, повоевав город Ростов, пожегши посады под Ярославлем, разорив город Углич, пришел на устье в монастырь к Борису и Глебу. И здесь он со многими панами вошел в тель у старца и стал испытывать его веру. В кого ты веруешь? Я верую во Святую Троицу, отца и сына и Святого Духа, отвечал старец. А земного царя кого имеешь? И старец громогласно произнес. Я имею российского царя Василия Иоанновича, живу в России. Российского царя имею, а иного никого и нигде не имею. Один из панов сказал старцу. Ты, старец-изменник, ни в нашего короля, ни в Дмитрия не веруешь. Царец отвечал. Вашего меча тленного я нисколько не боюсь и вере своей российскому царю не изменю. Если за это ты меня посечешь, то я претерплю это с радостью. Немного во мне крови для вас. А у его живого Бога есть такой меч, который посечет вас невидимо без мяса и без крови, а души ваши пошлет в вечную муку. Пан Никулинский подивился. Так велика была вера в старца. Спустя некоторое время стали собираться русские силы против врагов. Князь Михаил Скопин-Шуйский пришел из Новорода с русскими и шведскими войсками и стал в Калязине против Литвы. Из-под тролицы Сергиева монастыря пришел против него с войском пан Сапега. Но Божией помощью, заступлением великих чудотворцев и послову старцев, Московская сила побила Литву. И пан Сапега со своим войском отступил и остановился за два ночлега от Бориса Глебского монастыря на Устье, намереваясь выжечь монастырь и побить братью. В монастыре поднялась кручина великая и печаль. Братья начали прощаться друг с другом. Старец же Иринарх стал утешать своих учеников Александра и Корнилия. Не убоимся пожжения и посечения от имен верных. Если нас пожгут или посекут, то мы явимся новыми мучениками и получим венцы на небе от Христа Бога нашего. Затем Иринарх обратился с горячей молитвой к Господу Богу об избавлении от угрожавшего бедствия и о вселении из сердца врагов милости и жалости ко святой обители. В то время пришел в монастырь пан Ратмистер Кирбицкий и вошел в келью старца. Он благословился у него и поделился старцевым трудом. Вернувшись к Сапеге, он сказал, «В монастыре у Бориса и Глеба я нашел трех старцев скованных». Сапега сам пожелал видеть старца и вперед послал одного пана известить о своем приходе. Старец посланному сказал, «Если пан захочет посетить, то по своей воле приедет к нам». Услышав такой ответ, Сапега приехал в монастырь, вошел в келью старца и сказал ему, «Благослови, отче, как ты терпишь такую великую муку?» Старец отвечал ему, «Бога ради сию темницы и муку терплю в келе и сей». Многие испанов стали говорить Сапеге, «Этот царец за нашего короля и за Дмитрия Бога не молит, а молит Бога за шуйского царя». Старец возразил, «Я в России рожден и крещен за русского царя и Бога молю». Сапега сказал, «Правда в батьке велика, в которой земле жить, тому царю и служить». «Ограбили тебя, старец?» — спросили панны. Старец отвечал, «Приехал лютый пан Сушинский и пограбил весь монастырь не только меня, старца грешного». Сапега сказал, «Зато пан Сушинский повешен». После этого старец дал такой совет пану Сапеге, «Возвратись, господин, в свою землю, полно тебе в России воевать. Если же не уйдешь из России или опять придешь в России и не послушаешь Божие слова, то будешь убит в России». Пан Сапега умилился душой вследствие этих слов и сказал, «Чем мне тебя одарить? Я ни здесь, ни в иных землях монаха такого крепкого и безбоязненного не видывал». Царец сказал, «Я Святому Духу не противник, а Святого Духа и питаюсь. И как Святый Дух тебе внушит, так ты и сделаешь». Сапега сказал, «Прости, отче», и поклонившись, вышел с миром. Сапега прислал затем старцам о милостыне пять рублей денег и воспретил своему войску чем-либо вредить монастырю. Вскоре Сапега с ратью направился к Переиславлю, а в монастыре была великая радость, что Бог избавил от разорения. Царь же непрестанно со слезами молил Бога об избавлении всей русской земли от пленения. После победы под Калязиным князь Михаил Шуйский начал преследовать Литву и из Переиславля послал к царству Иринарху за благословением. Иринарх послал ему благословение в проспору и крест и наказал сказать «Дерзай, и Бог поможет тебе». Князь послал отряд в Александровскую свободу и с Божьей помощью русские воины побили Литву. Вскоре пошел туда и сам князь остановился в свободе. Неприятели стали собираться против него из-под осажденного Троицкого монастыря из-под Москвы. Князь узнал об этом и был очень озабочен. Он снова отправил гонца к преподобному Иринарху. Царец вновь послал ему благословение и проспору и велел сказать «Дерзай, князь Михаила, не бойся, Бог тебе поможет». И князь побил Литву. Потом князь послал одного из воевод к Троице с войском, и воевода благополучно прошел в монастырь. Князь опять послал гонца к Иринарху с дарами, и старец, посылая благословение и проспору, велел ему идти под Троицу, что князь и сделал. Услышав об этом, Сапега направился к Димитрову. Князь пришел богополучно к Троице, вошел в монастырь и помолился Пресвятой Троице и преподобному Сергию, воздавая славу Богу Пресвятой Богородице и российским чудотворцам. Посланное против Сапеги войско разбило его под Димитровым. Сапега бешал к Иосифову Волоколамскому монастырю. В то же время из Тушина бежал второй самозванец в Калугу, где впоследствии был убит. После сих успехов князь Михаил от Троицы пришел в Москву, помолился в Соборной Церкви в Успении Пресвятой Богородицы, приложился к образу Пресвятой Богородицы Владимирской и гракам чудотворцев и с радостью вернулся в свой дом. Царец Иринар, знавший о всех этих событиях, послал ученика своего Александра князю Михаилу в Москву за честным крестом, который был дан ему на помощь и прогнание супостата. Князь отдал крест и послал старцу благодарственные послания и дары. Александр все это доставил своему учителю. Приняв с радостью Святой Крест, преподобный Иринар произнес такую молитву. «Слава тебе, Владыка Человеколюбший, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, претерпевшему на этом честном и животворящем кресте распятие и смерти ради нашего спасения, и показавшему этому нашему роду милость и чудеса от этого честного креста, помощь князю Михаилу на Литву, на побеждение и прогнание, как древле при царе Константине на супостата, и покатал. Вскоре после отсылки креста князь железные труды не мог свободно пройти и по келье, иссушая плоть свою день и ночь в посте и молитве. Жестокосердый игумен Симеон, превосходя лютостью неверующих, пришел к старцу в келью с братью и без милости отнял все, что у старца было запасено. Остались только неотобранными четыре пуда меду, о чем и сказал старцу ученик Александр. Старец по этому случаю вспомнил об некоем отце затворники, которого ограбили разбойники, оставив одну какую-то вещь. Затворник догнал разбойников и сказал, что они не все забрали. Разбойники умилились и все возвратили затворнику. Теперь же, когда по приказанию Иринарха ученик его Александр сообщил игумену, что не все забрано, то игумен оказался немилостивее древних разбойников и забрал оставшееся. В тот же вечер старец Иринарх видел юношу в белых ризах, который стоял близ него и, смотря на него, говорил о немилостивом поступке игумена, а потом вдруг исчез. Старец всю ночь пробыл в молитве. Наутре снова пришел игумен к старцу в келью и приказал вывести старца из кельи. Четыре человека взяли его под руки и поволокли, а игумен с пятью другими людьми понес железную цепь его. Когда волокли старца, то выломили ему левую руку и бросили его в трех сажениях от церкви. Старец пробыл в таком положении девять часов, молясь Господу Богу, чтобы он не поставил этого гонителем его во грех, ибо в суе метутся, не ведая, что творят. Учеников старца Александра и Корнилия удалили от Иринарха и разослали по другим кельям. Когда Иринарх лежал один в семье покинутый, явился ему юноша в светлых ризах и сказал, «Услышал Бог молитву Твою и терпение Твое, если и спросишь чего, будет дано Тебе». После всех слов юноша стал невидим. Между тем ученик Иринархов Александр ночью пришел в прежнюю келью и обратился с молитвой. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, долго ли нам, Господи, в скорби этой быть с учителем Своим и терпеть от всех зверообразных людей и пьяниц, но да будет воля Твоя святая». И от крестов честных был ему глаз. «Иди к Игумену и скажи ему, зачем противишься судьбам Божиим». Старец Александр пришел в церковь к Игумену и стал ему говорить. «Отпусти старца Иринарха в его келью на обещание вместе с его учениками, чтобы тебе не погубить свою душу, борясь против судеб Божиих». Игумен благословил старца и обоих учеников его. Старец пришел в свою келью, благодарил Бога за избавление от гонения и молился о даровании ему терпения. И свыше был ему голос. «Дерзай, страдалец мой, я с тобою всегда, я ждал твоего подвига и терпению твоему, дивлюсь», — дивились ангелы. «Теперь уже больше не будет на тебя гонений, но ждет тебя, уготованное тебе место в Царстве Небесном». Старец Иринарх слышал голос, но никого не видел, и в трепете только творил молитву со слетами «Господь, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного и избави от искушения», — и ограждал себя крестным знамением. После того вскоре Игумен Симеон удален был из монастыря. Между тем, по представлению князя Михаила Скопина Шуйского, Литва снова ободрилась, враги собрались снова под Москву. Сами москвичи, под влиянием лести врагов, свели с престола царя Василия и пустили в город Москву Ляхов, который отправили бывшего царя Василия Шуйского в ссылку, в Польшу. Москва подверглась пленению и разорению. Литва снова стала разорять области вокруг Москвы на далекое пространство. В 1612 году Литва пришла в Ростов. От страха перед ней Игумен Борисоглебского монастыря бежал со всей братьей на Белое озеро. А старец Иринарх с учениками своими остался в келье своей, молясь беспрестанно Богу. Литва заняла монастырь и пробыла в нем десять недель. Один пан пришел раз в келью Иринарха и сказал «Благослови батько, а Сапега убит под Москвой, по твоему слову». Старец отвечал «Пойдите и вы в свою землю и будете живы, если же не уйдете из нашей земли и вам быть убитыми». Пан ушел и поведал слово Иринарха прочим всем панам. И стали паны приходить к старцу, и старец говорил им «Пойдите в свою землю, если не пойдете, то будете убиты». Пришел к старцу сын воеводы по имени Воин и благословился у старца идти в свою землю. Старец благословил. Воеводин сын поклонился до земли, пошел к своему отцу и рассказал о благословении. Тогда и сам воевода Иоанн Каменский пришел к старцу в келье, поклонился старцу до земли и сказал «Благослови батька и меня идти в свою землю, как благословил сына моего». И старец благословил его и сказал «Только не трогай монастыря и братья и города Ростова». И пан Каменский ушел в свою землю, не тронув ни монастыря, ни города Ростова. В монастыре снова была радость по случаю избавления от опасности. Между тем, как в самой Москве, так и во всей земле было великое смятение и печаль, что в Москве засела Литва. Везде, особенно в Нижнем Новгороде, молились о том, чтобы Господь Бог явил милость Твою и очистил город Москву от врагов и избавил землю от великой скорби. Нижегородцам был известен князь Дмитрий Михайлович Пожарский, проживавший близ Нижнего. Нижегородцы начали просить его, чтобы он шел к Москве и очистил ее от врагов. Они стали собирать и давать ему людей, деньги и запасы на войну. С помощью содействия ему выбрали нижегородского посадского человека Космуминина. И военный предводитель, и венский выборный были единодушны в своих мыслях, и все делали с общего совета и согласия. И Бог подал им свою помощь. Двинулись они со всей собранной силой города Ярославля и остановились в нем. Изо всех городов стали собираться к ним русские люди, желавшие стать за веру и Отечество, и умереть за святые Божие Церкви. Услышав о прибытии в Ярославль князя Дмитрия Михайловича Пожарского с войском. Один из предводителей, стоявшего под Москвой русского ополчения, князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой, послал гонца, чтобы скорее шли под Москву. Но князь Пожарский и Косма Минин боялись идти под Москву. Там среди русского ополчения не было единодушия, и один из предводителей русского войска Иван Зарусский убил под Москвой и другого воевода Прокофия Петровича Ляпынова. Царец Иринарх, совсем следивший и все понимавший, послал князя Дмитрия Михайловича Пожарскому свое благословение и проспору, и велел идти под Москву со всем войском, не боясь Ивана Зарусского. — Увидите славу Божию! — наказывал царец сказать князю. Князь был рад словам царца, без страха пошел со своей ратью к Москве и остановку сделал в Ростове. Отсюда князь Пожарский и Космаминин нарочно отправились в Борисогребский монастырь, чтобы лично получить благословение от царца Иринарха. Царец благословил их в поход под Москву и дал им крест свой на помощь. Приняв благословение и крест у царца, князь с радостью пошел с войском от Ростова к Переиславлю, а от Переиславля к Троице, где остановился и поклонился Пресвятой Троице и преподобному Сергию. От Троицы Пожарский послал воеводов, князя Дмитрия Лопатина, под Москву к князю Трубецкому. Трубецкой был рад, а Зарудский из-под Москвы бежал. Между тем к засевшей в Москве и Литве подошли новые люди с запасами. Услышав об этом, князь Трубецкой послал гонца к князю Пожарскому, чтобы он шел скорее на помощь подмоскусов по ее ратью сею. Нижегородский воевод немедленно сдвинулся от Троицы к Москве. И помощью Божьей заступничеством московских чудотворцев русским удалось одолеть Литву. После этого князь Пожарский овладел Китаем, городом, так что Литва засела только в московском Кремле. Немного времени спустя сдался и Кремль. И князь Дмитрий Михайлович Пожарский вступил в Кремль, помолился Пресвятой Богородице и московским чудотворцам. И была в Москве радость великая, что Господь очистил Москву от литовских князей, от литовских людей. В монастыре же Борисоглебском на устье реке была тогда большая печаль. Монастырь был несколько раз разорен и опустошен литовскими людьми. В монастыре ничего не было. А между тем с него требовали больших даней на прокормление ратных людей. Игумен с братьями с монастырскими крестьянами пришли к старцу и винарху, чтобы он благословил ученика своего Александра отправить в Москву. Царец внял их просьбы, предоставил все на их волю и отпустил ученика своего в Москву с челобитием. Он повелел ему взять у князя Пожарского честный крест, данный на помощь против супостатов. Когда Александр прибыл в Москву, там была великая радость по случаю того, что король польский из города Вязьмы ушел в свою землю. Царец Александр пришел к князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому и передал ему от старца иринарха благословение и просвору. Князь был рад прибытию к посланцу от иринарха, дал ему грамоту, чтобы не давать Борисоглебскому монастырю на ратных людей никаких запасов по причине литовского разорения. Александр взял у князя грамоту и честный крест и возвратился в монастырь. Рад был игумен, получивший для монастыря льготу. Рад был и преподобный иринарх, когда Александр пришел в его келью, возвратил честный крест и справил поклон от князя. По устроению Божией и по приговору всей земли князей, бояр, воевод, преосвященных митрополитов, архимандритов и игуменов и прочих людей, в 1613 году на царский престол был избран юный князь Михаил Феодорович Романов и поставлен в старинном Москве обладателем над всеми принадлежавшими России землями и венчан был царским венцом. Вся русская земля радовалась о новом желанном царе. Но еще во многих местах и городах в Угличе, Вологде и других окрестных была великая печаль от продолжавшихся разорений. Главным образом отряды казаков проливали много христианской крови и опустошали города и села. Для освещения земли от этих грабителей и губителей царь Михаил Феодорович послал боярина своего и воеводу, князя Бориса Михайловича Лыкова, с значительным войском. Князь Лыков направился в Ярославль. В это время Литва и казаки пришли в село Даниловское, теперь город Данилов, Ярославской губернии. Князь Лыков прислал старца Якима к старцу Иринарху за благословением, как делали прежние русские полководцы. Царец послал князю Просфору и благословение велел идти за Литвою. Князь рад был благословение старца и двинулся в поход. Две недели он гнался за врагами на стик и их за Костромой, не доходя Нижнего и с помощью Божией побил. Многих взял в плен и отправил в Москву к царю. Отсюда Лыков возвратился к Вологде против казаков, которые грабили Вологодские и Белозерские уезды. Князь послал погони за казаками, которые от Белозерска направились в Углич, где стояли две недели. Лыков послал туда свои полки, которые прогнали казаков к Москве. Сам князь, направляясь к Москве вслед за врагами, зашел в Борисоглебский монастырь, помолился страстотерпцем Борису и Глебу и лично принял в старца иренарха благословение. Двинувшись дальше к Москве, царь Лыков догнал князь Лыков. Казаков забрал в плен и привел к царю. Велика была радость по случаю уничтожения казацкой грабительской шайки, милости Божьей заступлением Пресвятой Богородицы и московских чудотворцев, и молитвами и слезами затворника иренарха. С того времени настала на Руси тишина. Старец же иренарх по-прежнему непрестанно молился и проливал слезы, постился, принимал странных и защищал обидимых от притеснения сильных. Еще при жизни Бог прославил своего угодника иренарха чудесами. Его молитвами Бог исцелял больных и бесноватых. Чудесную силу имело его благословение для приходивших к нему с верою. Составитель жития иренархова, ученик его Александр, записал девять чудес Божьих, совершенных молитвами Бориса Гребского затворника и страдальца при его жизни. К преподобному иренарху приходили и были приводимы больные разными болезнями, особенно же одержимые духом нечистым. Старец молился, заставляя и больных молиться и поститься. Возлагал на них свой честный крест, нередко налагал на больных часть своей цепи или приказывал лежать на этих цепях. Иногда издалека от больных посылали к иренарху за благословением, которое он давал, и вместе посылал просору или крест, в котором светили воду и давали ее больным пить. Так преподобный исцелил бесноватого из села Давыдова возложением на него своего креста. Другой беззноватый из Вощадинникова был исцелен, когда на буйного ученик Александр возложил старцу цепь и привел больного к старцу и к образу Пресвятой Богородицы. На заболевшего иступлением ума в Борисоглебском монастыре воеводу, сына боярского Матвея Тихминеева преподобный иренарх возложил свой крест и привязал к своей цепи. Приставил для охраны двух воинов. Так больной провел целую ночь, а утром старец послал воеводу в церковь молитвия. От литургии больной пришел здоровым, но преподобный заповедовал ему всю неделю поститься, ни мяса не есть, ни вина, ни пива не пить. Подобным же образом получил исцеление иступивший из ума в монастыре крестянин Никифор. Старец повелел возложить на него свой крест и привязать цепью к грязке. Через час старец велел снять крест и цепь приказал больному лечь на своей цепи, где он и спал целую ночь. Стал же совершенно здоровым. От питья или окропления водой, освещенной посланным иренархом крестом, получили исцеление один боярский сын по имени Роман от головной боли, одна крестьянка от болезни глаз, одна бесноватая женщина в угличе, жена одного подьячего в Москве от какой-то тяжкой болезни. Настало время кончины преподобного иренарха. Праведный и многострадальный муж призвал учеников своих и сказал им, «Братья мои и спостники, молю вас, вот ныне я отхожу от жизни сей Господу Богу моему Иисусу Христу. Помолитесь за меня Богу и причисли Богородице, дабы по представлению моем душу мою взяли милостивые ангелы, и дабы я избежал сетей вражьих и воздушных мытарств вашими святыми молитвами, ибо я грешен. Вы же, господа мои, после моей смерти, пребудьте в посте и молитве, в трудах и в гдении, в близах, а также в люди между собой и безропота, в послушании и повиновении, ибо вы знаете Христову заповедь о блаженствах». Преподобный проговорил все эти заповеди и дал много других наставлений своим ученикам. Видя своего учителя при последнем издыхании, ученики его Александры Корнилий пришли в великое умиление и в горьких следах взывали «О, добрый наш пастырь и учитель, вот уже ныне видим тебя при последнем издыхании, к кому же прибегнем, от кого насладимся учением, кто попечется о наших грешных душах». Но молим тебя, если обретешь благодать перед Богом по отшествии в своем от жизни этой, моли о нас неослабно Бога и причистуй Богородицу, как угодно будет в твоей святыне, ибо тебе известны все наши тайные страдания. Царец Иринарх сказал ученикам своим «Я отхожу от вас телом, а духом с вами буду неразлучно». И к этому еще прибавил. Если кто начнет притеснять эту обитель мою, свыше данную от Бога, искупленную и выпрошенную у игумены и братья, то пусть им судит Бог и Матерь Божия. Около отходящего находились и братья монастырские. Дав прощение братьям и ученикам о Христе и последнее целование, преподобный встал на молитву, долго молился и тихо отошел ко Господу в вечный покой. Кончина преподобного Иринарха последовала в 1616 году января тринадцатого дня на память святых мучеников Иргилы и Стратоника с пятницы на субботу в девятом часу ночи. По благословению и повелению преосвященного митрополита Ростовско-Ярославского Кирилла погребение схемонаха Иринарха совершал борисоглебский игумен Петр и отец его духовный иеромонах Тихон, дьякон Тит и ученики его старцы Александр и Корнилий. По завещанию преподобного Иринарха гроб его положен в уготованной им самим пещере. После старца Иринарха осталось праведных трудов его 142 креста медных, 7 трудов плечных, железная цепь с двадцать сажен, которую он надевал на шею, железные пута ножные, 18 медных и железных оковцев, которые он носил на руках и на груди, связни, которые носил на поясе весом в один пут, палка железная, которую он смирял в свое тело и прогонял невидимых бесов, большая часть железных цепей и других тяжестей, которые носил на себе подвижник Иринарх, и до сего времени хранятся в Борисоглебском монастыре. В этих трудах праведных своих царец Иринарх прожил тридцать восемь лет и четыре месяца, а в мире жил тридцать лет, всего же он прожил шестьдесят восемь лет и четыре месяца. По представлению преподобного Иринарха совершалось много чудес при его гробе. Составитель жития, ученик его Александр, записал тринадцать чудесных исцелений от разных недугов, особенно же от беснования. На больных обыкновенно возлагали животворящий крест трудов Иринарха, иногда цепь его или другие носившиеся им тяжести. Брали также землю от его гробницы и пили с нею воду. Совершалось немало чудес и впоследствии. И в настоящее время нередко многие страждущие во время молебна преподобному Иринарху надевают на себя те или другие из оставшихся после него тяжестей, веруя в целебную их силу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.